Здорово, Дневале, дядьки и тётки! В этом видеоролике хотелось бы затронуть одну очень интересную тему, которая волнует очень многих людей. Может быть, вы просто не задавались вопросом этим, и вас это, возможно, не интересовало, но сталкиваетесь вы с этим, если не каждый день, то очень часто. И, знаете, просто меня недавно осенила такая мысль, каждый день хожу в супермаркеты и так далее, и там стоит охрана. Причём охрана бывает такая, знаете, по некоторым скажешь, действительно, вот смотришь охранник в форме, у него написано название ЧОП-организации, Шеврон, наверняка у него есть также удостоверение, поскольку у него висят спецсредства. Но по некоторым смотришь, думаешь, бог ты мой, отчепенец какой-то, в каких-то джинсах затёртых, футболка засаленная и так далее. И он ещё сидит, кроссворды разгадывает возле какого-то монитора. И он называет себя охранником, хотя, по сути, это сторож. Но суть не в этом. Поговорим мы сейчас с вами о том, что вообще охранники делают, когда вы вот заходите в магазин, и они за вами наблюдают, чтобы ничего не украли, на то они там и поставлены, собственно говоря. Но вот когда вы выходите из супермаркета, особенно если это такие большие, огромные супермаркеты, вот здесь я очень часто сталкивался с проблемой. Тебя просят предъявить вещи, то есть досмотреть. И вот в этом моменте надо разобраться как следует. Потому что на самом деле многие люди даже не подозревают о том, что против них на данный момент происходит правонарушение. Нарушение их прав – это первое. А второе – люди, которые поставлены лишь соблюдать охрану порядка, нарушают свои полномочия, превышают их. И вот сейчас мы с вами поговорим именно, могут ли охранники в супермаркете досматривать ваши личные вещи. Прежде всего давайте обратим внимание, конечно же, на их внешний вид. Если охранник действительно стоит по своему прямому назначению, охранник должен быть обязательно в форме охранника. Ни в коем случае, ни в какой-нибудь джинсе и так далее. Либо есть частные охранные предприятия, которые в некоторых местах допускают наличие классического костюма, как то строгий костюм, пиджак и брюки, и рубашка. Где-то с галстуком, где-то с расстегнутой верхней пуговицей, неважно. Но при этом он обязан быть либо в специализированной форме, либо в классической. Обязательно у него должен быть бейдж. То есть вы должны видеть, кто это. Не Вася Пупкин, а Михаил Семенович Иванов, частное охранное предприятие. Такой это охранник. Вот при нем должно быть еще обязательно удостоверение. То есть вы как частное лицо, вы обязаны, не обязаны, вернее, вы имеете право потребовать документы. Вы всегда проходите мимо, и когда он начинает к вам что-то там, какие-то предъявлять претензии, вы обязаны, вернее, точнее, вы имеете полное право поинтересоваться, чтобы он предъявил вам документы. Кто он такой и какие у него полномочия вообще есть. Вот. Если этот дядя какой-нибудь там, что-то непонятного вида, в свитере с газеткой что-то вам пытается, что-то помешать пройти, вы сами знаете и сами можете решить, что ему ответить. Если такой охранник пытается вас задержать, или, что вообще недопустимо, применить силу, то помните, что любое применение физической силы в ваш адрес при задержании, даже хватание за руку, вот вас схватили за руку, это превышение полномочий, а значит, согласно статье 203 Уголовного кодекса, за любые досмотры с применением или угрозы, или физической силы, до 5 лет лишения свободы. Таким вот образом, и каждый охранник выполняет свои прямые обязанности, которые он поставлен там выполнять. Зачастую они просто начинают там просто борзеть. Теперь давайте посмотрим на досмотр сумок. Согласно статье 27.7 Кодекса об административных правонарушениях, досматривать личные вещи, а также производить обыск любого типа, имеет право только полиция с наличием определенных санкций. То есть не просто так подойти вам и сказать, что вот предъявите, пожалуйста, ваши вещи к осмотру. Штраф за незаконный обыск или досмотр идет от полутора тысяч рублей. Это статья 20.16 Того же Кодекса об административных правонарушениях. Пункт 4. Таким образом, на требовании откройте сумку, вполне можно ответить, предъявите, пожалуйста, удостоверение сотрудника полиции. То есть ни один охранник, какими бы он там ни был наделен полномочиями, он не вправе досматривать ваши личные вещи, что уже вы можете расценить как превышение полномочий, и таким образом вызвать даже полицию. И человек за это может лишиться лицензии, если он лицензированный охранник. Он лишится лицензии. За то, что он не... Лицензия дается человеку, это как подтверждение его квалификации. А раз он не соответствует этой квалификации, значит лицензия у него будет просто отозвана. Сотрудники ЧОПов как не имели, так и не имеют права досматривать, осуществлять вообще личный досмотр. Лица, имеющие право на досмотр, указаны в статье 27-й, части 7-й, КОАП, Кодекс административных правонарушений, часть 2-я. Данной статьи отсылает к статье 27-й, части 2-й и 27-й, 3-й. Это частные охранники там не фигурируют вообще. Они имеют право задержать правонарушителя только лишь для того, чтобы передать полиции. В общем, если у вас в сумке ничего не находится, то в принципе вызов полиции вам ничем не грозит. За ложный вызов будет отвечать охранник. Если у вас ничего не найдут и вы ничего не нарушали, то вы вправе даже потребовать через суд размещение морального ущерба. Сумма, конечно, небольшая, но тем не менее это очень неприятный момент для охранника. И еще хочу подойти, я вот тут недавно вычитал на одном из форумов правила поведения с охранниками в магазине. То есть их даже есть целые правила, представляете? Вот. И сейчас я вам эти правила зачитаю. Первое. Если вас просят оставить вещи в ячейке, но рядом висит табличка о том, что ответственности за оставленные вещи администрация не несет, значит, оставлять свои вещи вы не обязаны. Но если такой надписи нет и вас попросят оставить пакет в ячейке, можно смело свои вещи оставить, но предварительно спросив, кто несет ответственность за оставленные мною вещи. Если нам подтвердят, что администрация полностью берет на себя ответственность за сохранность ваших вещей, в таком случае вы смело можете оставлять вещи и спокойно отправиться за покупками. В конфликтных ситуациях ведите себя уверенно, потому что вы знаете, что права ваши, в принципе, они здесь целиком и полностью на стороне закона. То есть вы их готовы отстоять вплоть до суда, до обращения в суд. С таким настроением охранники не часто сталкиваются, и они, если они начинают осознавать свою неправоту, они начинают нервничать. Ну а если у вас действительно охранник так получилось, что дернул или стукнул, все, смело подавайте в суд, и здесь уже вопрос будет исчерпан. Этот человек лишится лицензии. Охранник имеет право вас попросить только показать содержимое в сумке или в пакете, но вы вправе ему отказать. То есть если вы уверены в том, что вы ничего не нарушили, пришли просто в магазин, сделали покупки, и вы ходите, и вас просто спокойно, ласково попросили, поделите, пожалуйста, вещи. Вы то же самое ласково можете сказать. Я не обязан этого делать, извините. Если вы уверены, что я что-то нарушил, вызывайте полицию, будем разбираться, но учтите, при ложном вызове я буду вынужден подать на вас в суд. Так и вы говорите. Что еще? Если вы девушка, то вас имеет право досматривать только девушки, женщины, полицейские. Вас перепутали с кем-то, бывает такое. Вас перепутали с кем-то, вы также были одеты, девушка что-то там украла, а вас на выходе задерживают, и вы подвергаетесь вот такому вот тщательному досмотру, то вы вправе требовать, чтобы приехала девушка-полицейский и вас досмотрела. Ни в коем случае не мужчина. Разрешение на досмотр должно быть обосновано. И если есть видеозапись или зафиксирован вынос товара магнитной рамкой, то досмотр сотрудниками полиции, он тут обоснован. Но опять же только сотрудниками полиции. Охранник не имеет права применять против вас ненасильственных действий. И вообще ему не рекомендуется до вас дотрагиваться. Если он применяет к вам физическое какое-то воздействие, то следует вызывать полицию. Свидетелей в такой ситуации обычно достаточно. И будет зафиксировано, что это будет основанием для обращения в суд. И вот еще один пункт такой, что вы вправе потребовать у этого человека документы, удостоверяющие его полномочия. Если этот охранник потребует лицензию охранника, если таковой нет, то это попросту сторож. Итак, вот я вам тут зачитал буквально несколько моментов, которые мне удалось нарыть именно в этой сфере. Дело в том, что я сам недавно тоже стал сталкиваться с тем, что на выходе меня постоянно начинают просить, предъявить, когда смотрю вещи. А недавно я по работе ездил в крупные супермаркеты города. И тетка какая-то непонятная в помятом костюме пыталась меня обыскать. Но на тот момент я некоторых вещей не понимал и подумал, что в принципе, ну ладно, пускай досмотрит меня, если ей хочется мужчину потрогать. Может быть, она мужика давно не щупала. Но в этот момент я приехал домой и нарыл большую базу именно этого материала. Начал общаться с юристами, с правозащитниками, которые сталкивались именно с этой проблемой. Имеют ли охранники супермаркета досматривать личные вещи и вообще прикасаться к покупателю. Оказалось, что я нарыл кучу нарушений, которые, именно кучу фактов нарушений, признаков нарушений охранниками своих полномочий. И в этом плане как бы в следующий раз если ко мне подойдет какая-то тетя или дядя с просьбой мне что-то там предложить, досмотреть, то я сейчас вот то, что я вам сказал, в более такой, скажем, конструктивной форме изложу это все хорошо на бумаге, хорошо читабельном шрифте и сделаю распечатку памятку такую на листике А4. Имеет ли вообще право делать то, что делает охранник. И буду просто у меня будет с собой такая небольшая стопочка вот этой бумаги этих памяток. И в следующий раз, когда мне по роду службы приходится постоянно посещать именно вот с некоторой проверкой там, да, мы приезжаем в большие супермаркеты и так далее, мне приходится проходить вот именно зону досмотра. И теперь я просто прежде чем вот прохожу, например, да, там, и по территории, а перед тем, как заходить, я суну вот эту памятку этому охраннику, чтобы пока я ходил, чтобы он почитал. И на выходе пускай только попробует предложить мне или даже хотя бы дотронуться до меня вот в этом вот плане, да, с обыском, с досмотром. Я теперь знаю, что конкретно. Я и раньше мне это было неприятно, но я не знал, как это констатировать. Сейчас я вот в принципе изложил в принципе вам все те моменты, которые следует знать нам, с вами, вам, граждане, потребители, покупатели. И теперь вы будете знать, как конкретно, как себя вести в такой ситуации. Я немножко бегло читал, поэтому не обращайте внимания, что я старался это все сделать очень быстро, здесь очень много информации, но я старался все вот вкратце, абзацы выделить за себя, которые я вам зачитаю. Вот так вот, знайте свои права, не позволяйте никому их нарушать и отстаивайте их при любом, просто при любом случае. Помните, что вы прежде всего личность и имеете конституционное право, и не только право, а вообще права конституционные, да, и надо их знать, надо их знать и не позволять никому посягать на нашу свободу. На этом с вами я обращаюсь, подписывайтесь на мой канал, комментируйте это видео и ставьте лайк. Увидимся с вами в новых видеороликах. Пока!